Неизменный спутник летнего зноя. Гроза и молния стали причиной гибели двух человек в Москве. Еще несколько получили травмы. Хотя меры безопасности предельно просты, но каждый год случаются десятки подобных случаев. Синоптики предупреждают сегодня жителей столичного региона. На Москву вслед за изнуряющей жарой идет резкое похолодание и сильнейшие грозы. Кое-где ливни уже начались, причем такие, что в 10 метрах от себя ничего не видно. Дмитрий Рунков продолжит. Резкая смена погоды с засушливой жиры на ливень застала жителей столичного региона врасплох. Многие накануне гуляли в парках и не были готовы к по-настоящему роковой грозе. Сразу несколько человек в различных районах Москвы и области погибли от удара молнии. Строгино пара возлюбленных искала укрытие от дождя рядом с берегом. Один мощный разряд ударил в женщину и перескочил на мужчину. Без родителей остался 10-летний мальчик. Местные жители обнаружили тела мужчины и женщины 40 и 42 лет. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако у женщины присутствуют видимые следы электротравмы. Предположительно, причиной их смерти является удар молнии. Накануне по столице били тысячи молний. Некоторые районы засыпало градом. Всю ночь гремело небо и над Петербургом. На мгновение от разрядов становилось светло, словно днём. О коварной природе молний сотрудники МФТИ знают практически всё. Здесь умеют её приручить. Но определить, куда ударит небесный разряд, практически невозможно. Это трансформатор Тесла. Он помогает нам увидеть, как зарождается молния. Это её мини-лабораторная версия, но и она позволяет зажечь плазму внутри этой струбки. У настоящей природной молнии уже совершенно колоссальные характеристики. Сила тока достигает сотен тысяч ампер, что в десятки тысяч раз выше, чем в обычной электросети. Соответственно, во столько же раз возрастает и опасность для жизни человека от поражений молнией. Специалисты рекомендуют искать укрытие в машине или в доме с громоотводом. Одиноко стоящее дерево, пожалуй, худший вариант, чтобы переждать грозу. На открытой местности лучше спуститься в низину. Молнию может привлечь зонтик и даже выключенный телефон. Поэтому самое безопасное место на улице рядом со строениями-гигантами. Если громоотвод очень высокий, типа Станкинской башни или там Empire State Building в Штатах, то они даже не столько притягивают молнии, сколько сами начинают обстреливать молнии. Из них получается так называемые исходящие, восходящие молнии. Они обстреливают молнии облака, которые проходят мимо них. И таким образом вблизи них в землю ничего не бьет. Новое штормовое предупреждение в центральных регионах страны может быть объявлено из-за холодного фронта. Сейчас он стремительно врывается с запада и вытесняет тропический воздух. На этой линии столкновения ожидаются обильные ливни и грозы. В Москве вновь были слышны раскаты грома, а небо завлакли свинцовые тучи. К ночи через Москву будет проходить активный холодный фронт, контрастный, с большими контрастами температуры. 10-14 градусов, очень активный фронт. И это прохождение фронта будет сопровождаться ливневыми дождями, сильными грозами. Местами возможен град и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Перед новой грозой спасатели призывают жителей быть осторожными и с умом выбирать укрытие. По крайней мере, отложить в сторону мобильный телефон, который ради удачных кадров часто тянут все выше, навстречу грозе. Дмитрий Рунков, Лилия Зорина, Виктор Аверин, Михаил Симаков, Первый канал.